добрый день дорогие друзья дмитрий черепащук надеюсь слышно видно обзор рынка до по пятницам уже у нас как традиция хорошая сформировалась и посмотрим что интересно у нас было за первую неделю апреля поехали значит первым у нас серебро что интересно на этот момент это то что она интереснее смотрится чем золото вы видите золото вернули нас обратно в канал да то есть вот канал у нас четко отчерчен 17 62 1696 вот вернули нас обратно был ложный пробой все замечательно единственное что всегда есть на рынке что да все замечательно смотрите вышли выше верхней границы канала да это я считаю именно как такую критерий зараженности да именно графика в плане того что здесь да один хвост бросили если четкий взять канал конечно эта граница если взять как для нас для внутридневных трейдеров да как я себя позиционирую то для меня более важно здесь потому что больше касаний больше объема скорее всего проходила именно вот здесь мы посмотрим на более мелких таймфреймах то мы видим где объем сосредоточен смотрите что сейчас интересного по золоту по золоту интересно то что вышли выше верхней границы канала поэтому смотрим сейчас на ланге но будьте предельно осторожны то есть сейчас пятницу лучше не рисковать понедельник если вы видите что пятница все-таки закрылась выше рассмотрите длинные позиции можем очень хорошо сходить 18 19 18 20 до вот к этому уровню тренд у нас нисходящий но тем не менее мы торгуем ситуативный до момент поэтому сейчас рисуется на лонг вышли выше значит торгуем длинные позиции смотрите еще что интересного я подметил это то что серебро немножко интереснее смотрится объясню почему если вы видите золото даже издалека до много уровней не очень понятно если посмотреть на серебро четко видно разграниченные уровни до четко видно канал и поэтому она вслед за золотом потянется она слабее естественно атр не такой сильный да как у золота сейчас мы посмотрим да атр 17 долларов да то есть внутри дня находит если взять серебро серебро ходит 50 копеек да то есть каждый раз понижается то есть у нас идет понижательная тенденция именно от а рада внутри дневного колебания цены это еще с февраля поэтому серебро не менее ходит но зато красивый уровень у нас на дневке я бы присмотрелся к нему сейчас мы стоим выше 25 12 опять же я рассматриваю лонги вчера к сожалению к сожалению вы выкинули меня из позиции вот я заходил в этом районе дамы вышли выше если кто по техническому анализу торгует выше хая прошлого дня я взял позицию вот и меня вынесла благополучно до ударили немножко перебили уровень 12 немножко перебили смотрите какой колоссальный объем вышел да и потом движение пошло здесь уже перезаходить не стал потому что здесь мне уже не смотрелось если такие хвосты бросают видно что в инструменте мало объема да поэтому допускаются вот такие резкие некрасивое слово сопли да поэтому смотрите за серебром более спокойно и можно и посидеть давнем то есть она если взять правильно да если мы взяли бы от уровня 12 они как я вчера до выше у нас бы скорее всего не за дело до 100 был даже на 50 копеек то есть где-то 5 пунктов если вы взяли там по 13 где-то у вас стоп был бы 8 вот стоп был да страшно но не задели все замечательно сейчас опять же стоим выше поэтому смотрите за серебром очень интересно если опять выйдем где-то в район 25 33 я снова буду открывать позиции если мы протестируем 25 12 это вообще будет великолепно я тоже присмотрюсь к открытиям лонговых позиций если же мы заходим и закрываемся и это все движение было обманной естественно ланге отменяются что касается по нефти смотрите стоим ну как говорится нефть умерла да стоим в боковике не туда не сюда вроде бы подкупает вроде бы выше но нужно ждать все таки ребята какого-то какого-то выхода потому что ну видно да вроде бы покупатель преобладает да если вы посмотрите все хвосты села и понижать повышающие прошу прощения то есть видно какая-то тенденция наверх но если взять по атр да точно также волатильность падает да пока вот резким скачком она касательно новостей советского канала выскочила до вверх была волатильность сейчас опять померла наша нефть поэтому смотрите лучше другие инструменты которые ходят а именно доллар рубль доллар рубль очень интересная ситуация смотрится тренд наверх все красиво все замечательно есть взять да локально если глобально мы стоим в боковике да но тем не менее ситуация нам позволяет располагать тем что смотрим на лонговой позиции что интересного 78 050 это часовой таймфрейм обращу ваше внимание смотрите выходим выше сегодня уже многовато прошли до сколько мы прошли 500 пунктов при атеаре 800 ну такое ребят давайте с вами сделаем тогда акцент на следующем смотрите 7850 смотрим из закрытия текущего дня до пятница 9 апреля закрываемся выше с понедельника рассматриваем длинные позиции закрываемся ниже тогда уже нужно ситуативно смотреть если будут хорошо отрисовывать точку входа да как вот вчера здесь не успели это была вечерняя сессия перед вечеркой на ночь брать позицию такое но с утра видите протестировали все замечательно неоднократно он уже отрабатывал это 5 минут и таймфрейм да то есть мелкий если нарисуют такую красивую точку входа да и будут стоять ниже 78 050 тогда можно смотреть на шартовые позиции но опять же коротенький ребят не жадничать и там 34 к одному все это потолок не нужно жадничать и сидеть думать что он сейчас вернется 74 200 все может быть это рынок все может быть но не жадничать и забирайте свои тайки до математические не сидите долго то есть забрали позицию все заработали замечательно спите спокойно если же пробиваем 78 50 смотрим на лонги еще раз вам повторю евро рубль евро рубль также рисует но вот евро рубль на самом деле я бы наверное даже сегодня посмотрел да наверное даже сегодня посмотрел если будет хорошая проторговка да уже видите какое-то закрепление есть если будет хорошая проторговка и дальше я сегодня наверное буду открывать позицию выше 92 740 поэтому смотрите естественно с рисками естественно со стопами да по вашей торговой стратегии как вы торгуете на там на пятом баре вы входите на десятом по часовику но инструмент интересен евро рубль смотрите на лонговую позицию что касается евро доллар евро доллар понижающая тенденция да но как не там и торгуем ситуацию ситуация у нас локально восходящая да то есть если вы посмотрите на часовой таймфрейм многовато прошли конечно многовато прошли это уже у нас порядка там 118 прошу прощения 1 и 9 процентов мы выросли уже смотрится на откатик на какой-то хотя бы минимальный да уже смотрится на откат но тем не менее на любом откате да глубокий он естественно если он будет настолько глубокий что это будет где-то в район 1 18 20 то есть это где-то будет середина этого движения здесь уже нужно присмотреться там могут и не выкупить тем более что у нас есть уровень 1 18 76 я бы посоветовал вам ребят если мы вернемся к 1 18 76 я бы посмотрел на открытие лонговых позиций если же мы все-таки вот такими быстрыми барами подойдем к 1 19 92 вот этот уровень дневного графика вот таким быстрым движением уровне не пробиваются ребят поэтому 1 19 92 здесь бы я рассматривал уже более шартовую позицию когда мы отретестим этот уровень до сделаем ложный пробой вот так двумя свечами или одной свечой да или вот так да то есть мы ударимся прямо уровень немножечко его перебьем и обратно вернемся вот тогда я бы смотрел на шарты потому что там большое движение прошли не смогли закрепиться выше до в случае если это будет ложный пробой и тогда идем вниз по инструментам интересным которым я хотел рассказать я рассказал золото серебро евро рубль все я попытался до вас донести максимально доходчиво также ребят хотел обратить ваше внимание да немножечко отступление это то что у партнера да а маркет вот новое обновление теперь как вы видите я оставлю ссылочку вы более подробно почитайте я расскажу в двух словах да что сейчас кредитное плечо немножко увеличилась дату то есть теперь доступно так для клиентов которые имеют на своем счету средства до 10 тысяч долларов до открывать позиции с учетом плеча один к тысячи да если у вас есть до 100 тысяч долларов тогда вашем распоряжении плечо 1 200 поэтому смотрите обновление да все прописано все четко можете ознакомиться есть поддержка да то есть все расспросить это маленький анонс чтобы вы были в курсе событий с вами был дмитрий черепощук хороших вам теплых весенних дней хороших вам прибыльных сделок и приятных выходных всего доброго